СПОНСОР ПОКАЗА ХАНСА Партнер Показа – сеть супермаркетов «Фидеско». Мы ценим ваше доверие. Вот и наступил долгожданный февраль. Не знаю, конечно, насколько он долгожданный. Может быть, все уже ждали марта или апреля. Но помните, что в феврале тоже родилось большое количество знаменитых людей, известных людей, популярных людей. Помимо этого, в феврале мы все ждем самого замечательного праздника – Дня всех влюбленных. День Святого Валентина, который, мне кажется, гораздо лучше, интереснее и красивее прижился в нашей стране, чем, скажем, тот же самый Хэллоуин. Но это все события этого февраля. О событиях прошедших и о событиях грядущих мы сегодня поговорим с замечательными гостями. Точнее, даже гостями. Потому что они проделали сто с чем-то километров, чтобы приехать к нам сегодня в студию. На самом деле, похвастаться. А с вашей стороны, чтобы вы могли погордиться талантами нашей страны. Сегодня мы представляем замечательную студию экшен, а конкретно Ульяну и Виталину, которой мы говорим «Здравствуйте, девчонки!» Здравствуйте! Да, у вас, на самом деле, наград очень много. Я предлагаю вот точно так же сейчас вот занять эту камеру. Улыбайтесь туда с широкой своей очаровательной улыбкой, которой вы, как минимум, поразили уже большое количество жюри по всему миру. Вот. И после этого мы начнем с вами процесс и кулинарный, и нашу беседу. Добро пожаловать в программу «Азбука вкуса». Внимание, знакомимся с гостями! Виталина Батнар с пяти лет начала заниматься вокалом. В шесть лет впервые участвовала в телевизионном проекте «Рингстар», закончила музыкальную школу и сейчас учится в музыкальном колледже города Бельцы. На ее счету множество побед на музыкальных конкурсах «Ярмарка мелодий», «Ангел надежды», «Санкт-Петербург», международный конкурс «Обзорс Хоуп», который проходил в Болгарии, солистка творческой студии «Экшн-город Бельцы». Ульяна Нестеровская закончила музыкальную школу по классу «Фортепьяно». Участвовала во многих городских и республиканских мероприятиях, а также во многих городских, республиканских и международных конкурсах. «Вера», «Надежда», «Любовь» 2013, на котором заняла первое место. В Румынии «Мюзик 4 Kids» 2016, где заняла первое место и прошла в финальный этап фестиваля. В 2017 году «Звездопад талантов» город Москва, откуда привезла домой два первых места и попала телепроекта «Весь голос», на котором представляла команду Молдовы. Так вот, сегодня, я думаю, что программа будет интересной, конечно, и увлекательной, в том числе, я думаю, что и питательной. Я, в принципе, заранее уже поставил воду греться, для чего мы, собственно говоря, включили греться, потому что девчонки принесли с собой рецепт. Они принесли, честно говоря, два рецепта. Я вот не буду скрывать, они принесли большой вкусный ананасовый, фруктовый, сладкий, малиновый, даже чуть-чуть с... салат, который они назвали «Экшн». Но мы решили остановиться на одном блюде, которое мы точно успеем сделать, учитывая, что у вас очень много планов. Вот, мы сегодня приготовим карбонаро по, так сказать, вашему рецепту и приготовим также итальянское блюдо. Мы назовем его тоже «Экшн». Я решил, как бы, уже немножко, знаете, иритироваться как-то. Вот, мы назовем «Экшн». Что нам для этого надо? Нам для этого блюда «Экшн» понадобятся вот болгарские перцы, как видите, желтый, красный, нам понадобится зеленушка, нам понадобится там мед, все вот эти вот все ингредиенты. Скажите, а где они? А вот они, уважаемые наши телезрители, как всегда, «Фидеско». Сеть супермаркета «Фидеско» дарит нам такую удивительную возможность. Если вы помните, после программы с Александром Одинцовым у нас теперь все по закону. У нас теперь не полиэтиленовые пакеты, у нас красивые сумочки. Значит, нам понадобится для карбонара, значит, нам понадобится вот, пожалуйста, у нас бекончики, есть у нас сыр пармезан уже натертый, нам понадобится соль, перец, понятно, по вкусу, лучок, сливки, мед, это мне, Мишки очень любят мед, вот, и яйца нам тоже, собственно говоря, понадобится для карбонара. Ну, и самый главный ингредиент – это вот паста. А для второго блюда нам понадобится, я начал делать вот болгарские перцы, они нам понадобятся, они как главные герои их, мы сразу же сейчас отправим в духовочку и будем их там запекать. А вот зеленушечку с медом, с чесноком, вы не поверите, с солью, перцем и лимоном, мы все смешаем для того, чтобы сделать маринад, и потом эти перцы полить этим маринадом, куда мы потом просто слайсируем моцареллу, и это будет ам-ам-ам, ням-ням-ням-ням, объедение очень вкусное, между прочим, прекрасное дополнение к карбонаре. Это вот наш сегодняшний диапазон действий. Я пока все ненужное спрячу в холодильник, а вы, девчонки, рассказывайте, как у вас прошел 2018 год, какие новые награды и победы вы заслужили, ну и с какими, так сказать, намерениями и с какими планами вы входите уже в новый 2019? На самом деле 2018 год был очень насыщенный год, потому что мы участвовали в разных конкурсах, как народных, так и международных. Говорите, да, да! И начнем с конкурса «Обзор с Хоуп», где участвовал почти весь коллектив «Экшн», и, конечно же, мы пришли оттуда с призовыми местами. Мы участвовали в разных категориях, мы пели эстрадные песни, и после чего нам осталось очень много хороших воспоминаний и просто огромный опыт. Я так понимаю, что вы уже поездили, сколько городов вы, по крайней мере, посетили, но лично вы, потому что я так понимаю, что различные составы, и мальчишки, и девчонки колесят, ну, возможно, не всем составом сразу на все фестивали, но сколько уже городов вы лично увидели? Ой, мы увидели очень много городов. Уляна, помоги мне, сколько городов мы увидели. Действительно, их не перечесть, потому что конкурсов было очень много, очень много ярких воспоминаний, и на конкурсы мы ездим как и составом «Экшена», так и каждый из «Экшена» может ездить на разные конкурсы, абсолютно в разные уголки света. Слушайте, ну здорово, что вы вот в Бельцах, так сказать, тоже есть своя веточка, которая там развивается. Я не знаю, насколько тесная взаимосвязь, скажем, с кишиневскими студиями, да, творческими, я имею в виду, насколько вы дружите, не дружите, или наоборот у вас какая-то, может быть, сверхсекретная конкуренция, которой мы не знаем. Но сколько сейчас приблизительно, ну, на ваш взгляд, может быть, вы не совсем знакомы с этой статистикой, но сколько мальчишек и девчонок сейчас в «Экшене» в Бельцах? И как давно открылась эта студия, как давно вы туда попали? Студия открылась три года назад. У нас женский коллектив, у нас нет мужчин в коллективе, у нас поют только девочки. Да-да-да, надо было назвать монашеский «Экшен», дико извиняюсь, это просто шутка, да. Серьезно, а почему не берут тембр не тот, голос меняется? Что происходит? Дело в том, что наш педагог, Ирина Михайловна, она преподает вокал именно женский, потому что мужской вокал, он устроен немного по-другому, и для этого нужны мужчины, чтобы преподавать вокал именно мужчинам, потому что… Да, таких тонкостей это все? Да. Серьезно? То есть, оказывается, друзья, если вы мужчина или парень, в данном случае, то о ваших каких-то, наверное, возможностях и специфике вашего голоса, ну, конечно, будет знать опытный, наверное, педагог-вокалист мужчины, который сможет вам это все объяснить, ну, как бы пройдя, наверное, это все на каком-то личном… Слушайте, ну, это нюанс, который для меня открытие, то есть, извините, мне 38 лет, я только сейчас об этом узнал. Ничего себе! А какие-то прям такие кардинальные отличия есть, да? Да, есть отличия, как и тембрально, педагог-женщина может объяснить, но показать звуки мужские она не сможет. Вот что! То есть, объяснить получится, показать будет уже очень тяжело. Хорошо, ну, насколько я, по крайней мере, сведущий в этой стихии музыкальной, все равно у каждого есть какой-то свой определенный диапазон, как говорят. Вот у вас какой диапазон? Реоктавр. Реоктавр? Да. Сейчас получится, пока я перцы буду отправлять в духовочку Ханса, прям вот так вот, друзья, вот прям вот раз, 200 градусов прогрели, вот просто вот я сделаю даже красиво. Вот один это для меня, один для Ульяны, один для Виталины и один для Дмитрия. Не спрашивайте, какого. Вот. Сможете ли сейчас что-то буквально коротенечко исполнить? А может быть, даже традиционную рубрику завести и в телевизионной версии на канале Артер Молдова? пропеет нам «Азбука вкуса». Давайте попробуем. Давайте. Вы пробуйте, вы как бы можете прям здесь репетировать. У нас, знаете, все по-настоящему. У нас нет никаких секретов. И да, у нас тоже, кстати, будет настоящий. Попробуем. Давай. Смотрите все, друзья, конечно, смотрите, каким образом расцветают таланты на нашей земле. А они именно расцветают. Сколько лет вы уже в этой студии? В студии «Экшн» я нахожусь один год. Но до этого я занималась вокалом еще. Ну, вообще вокалом я занимаюсь 10 лет. А в студии «Экшн» мне нравится из-за того, что у нас очень дружный коллектив, у нас очень хороший педагог Ирина Нестеровская. И, наверное, самые яркие воспоминания связаны именно с этой вокальной студией. Ну, будущее, наверное, тоже себе как-то рисуете, да? Дальше уже пойти по этой же, так сказать, музыкальной, по этим музыкальным ступенчикам уже дальше идти в гору. Мне просто интересно, есть ли те, за кем вы идете? То есть вот есть ли определенные, ну, в хорошем смысле, да, там, кумиры или пока вот, ну, на кого хочется быть похожей? Ну, на самом деле каждый человек индивидуален. И лично я хочу устроить свой собственный путь и просто надеяться на саму себя, никого не пародировать. То есть вот этот Фрэнк Синатор со своим My Way, да, сейчас как бы немножко не вписывается в наши планы, вот это вот, now, the end is near, зачем нам это все? Здесь как бы свой путь. А у тебя как? Я также считаю, что каждый человек индивидуален, и нужно стремиться быть собой и раскрывать свой талант по-своему. Слушайте, это здорово. Давайте мы тогда, помимо ваших вокальных талантов, сейчас будем раскрывать и ваши кулинарные таланты. Значит, перцы мы отправили, 40 минут, пока у нас тут будут эти съемочки, они там будут запекаться. Я займусь маринадом и, в принципе, буду отвечать за то, чтобы отварить нашу пасту. Что нужно для карбонара? Вы помните, какие там еще дальше процессы должны нас увлечь? Что мы должны были поджарить? Мы должны были поджарить бекон с красным луком и чесноком. Да, давай тогда, я тогда, давай-ка я тогда, я тогда вам дам бекон, возьму себе, так, какой вам ножик дать? Смотрите, у меня много ножей сегодня для наших гостей. Так, я тогда вам дам для бекона, наверное, кто будет одна нарезать, наверное, его мелко, я тогда лучком займусь сам. Вот, а тебе придется тогда просто тоже петь. Давай, нет, давай мы тогда тоже тебе дадим задание, давай тогда ты, если у тебя получится, зеленюшечку просто мелко-мелко, ну, кроме хвостиков, будешь крошить, и складывать ее вот в эту миску. Что по поводу конкурсов, допустим, таких, как Евровидение? Вот вы же наблюдаете наверняка за исполнителями, за артистами, как это все происходит. Есть ли какие-то вот у вас, возможно, личные какие-то мнения, что, а я бы вот выбрала совершенно другую, допустим, даже по итогам прошлогоднего Евровидения. Вы согласны с мнением жюри по поводу победы, скажем, того же самого Израиля? Ну, на самом деле, да, потому что номер действительно был очень яркий, но группа «Деэдес», которая представляла нашу Молдову, мне очень сильно понравилась, и я думаю, что это очень хороший пример для подрастающего поколения. Но вы в будущем себя видите тоже участницами отборочных туров Евровидения? Думаю, что да. Да? Да. Здорово. Как бы вот видишь себя в команде, да, во мне эти туда? Да, давайте. Видишь в команде или видишь все-таки соль на какой-то? Знаете, потому что бывает такое, что кто-то вот, ну, прям комфортно себя чувствует в составе коллектива из нескольких человек, а кто-то, наоборот, считает, что как бы вполне способна осилить сцену и вот победить, так сказать, жюри с первого раза? Честно, можно попробовать и сольно, и в групповом составе, потому что все равно это новый опыт, и мы должны это все пройти. Скажи, пожалуйста, ну вот скажите, пожалуйста, да-да, на всех же этих конкурсах, там же по большому счету у вас есть, так понимаю, и какие-то командные выступления, или все только сольные? Потому что, насколько я знаю, по крайней мере, человек, который продюсирует вас, то есть я знаю, что очень многие фестивали и конкурсы, которые проходят в России далеко за пределами, они в том числе включают в себя и вот выступления, там, дуэтами, трио, вот подобными составами. Да, у нас есть выступления командные. Мы готовимся к конкурсу Turkish Hall, который будет проходить в июне. Мы готовим квартет и дуэт. То есть все-таки командная работа, она существует. Просто мне кажется, что нельзя же все время быть, ну, как бы вот одной-одной на сцене. В команде все-таки, мне кажется, гораздо интереснее. Как в данном случае репетиции проходят сложнее или легче, когда ведется подобная, скажем, командная работа? На самом деле репетиции проводятся легче. Ну, когда, допустим, когда квартетом, то есть это же, получается, надо каждую распеть, каждый прислушаться, дать ей определенную партию, как, ну, опять же, чтобы... Вот у вас какой тембр? Ну, у всех у нас абсолютно разный тембр. И это хорошо, потому что каждый артист должен быть индивидуален. И слушатели должны отличить именно по тембру голоса исполнителя. Ну, вот вам какие роли, по крайней мере, сейчас дает преподаватель ваш? Ну, то есть я имею в виду, какую партию? Вот мне, когда меня первый раз прослушали, мне почему-то дали сразу же в театральном лице, мне дали партию баса, я как сейчас, по-моему, шервудские зонтики. Честно скажу, я ноты читать не умею. И до сих пор я не умею читать ноты. Но я слушал своих товарищей, ребят, коллег, которые стояли рядом, и я как бы вторил им. И когда преподаватель по вокалу потом индивидуально решила меня распеть и, так сказать, пригласила к инструменту, для нее был, конечно, большой шок, когда получилось, что я, как бы, она мне открыла партитуру и говорит, ну, давай. И я что, я смотрю на эти закорючки, думаю, и что? Она говорит, так, Михаил, а что? Что вас сейчас смущает? Я говорю, ну, я как бы не знаю, какие здесь ноты. Она говорит, а как вы только что пели? Я говорю, ну, как бы я ребят слушал. Вот тогда мне вердикт был поставлен. Слух хороший, над голосом можно работать. Так вот, мне интересно, как это происходит у вас, скажем, во время репетиции, когда речь идет, скажем, сразу о четверке исполнительниц? На самом деле я... Репетиции дольше длятся или меньше? Дольше. Я думаю, что пока этого достаточно. Дольше, да? Да, на самом деле дольше. И я пою всегда партию сопрано. Сопрано у тебя? Я пою как аль, так и сопрано. Здорово, вы поете. Может быть, тогда сейчас вы споете одну из песен. Можно по одной даже. Но я, пока вот готовитесь, вы думаете, я сейчас займу наших телезрителей. Значит, по рецепту наших сегодняшних гостей мы жарим красный лук на оливковом масле. Небольшой лайфхак расскажу и я вам. То есть, можно, кстати, бекончик сюда закидывать, да? Вот, будем жарить сразу же с бекончиком. Водичку, которая у нас специально для пасты, мы должны будем сейчас подсолить. По поводу, кстати, вот соли, да. Как говорят сами итальянцы, паста любит воду, поэтому воды должно быть многого. Вы потом в любом случае ее сливаете. Для того, чтобы потом у вас макарошки, как мы их говорим, да, называем, макарошки не слиплись, конечно, лучше, откройте, будьте любезы, пожалуйста, добавить туда тоже капелюсечку оливкового масла. И таким образом наша паста должна будет быть раздельно красивой и вкусной. Что касается карбонары, кстати, удивительный факт. Вы пока, кстати, думаете песни, я специально тяну время, да. По поводу, кстати, карбонары. Если вы знали, то хорошо. Если нет, для тех, кто не знал, я сейчас поведаю, я расскажу. Дело в том, что паста карбонара уходит своим происхождением в далекое прошлое, когда только-только появились угольные шахты. И, скажем, итальянские вот эти вот угольщики, находясь там по несколько дней, иногда безвылазно, естественно, брали с собой какую-то провизию. Они брали с собой яйца, они брали то, что как бы они могут долго храниться, они брали с собой бекон, потому что он тоже может долго храниться, то есть лук, вот эта вот паста, то есть они как бы вот это все брали. Поэтому первая карбонара, считается, именно произошла оттуда. Из угольных шахт она вышла, поэтому ее так и назвали карбонаром, потому что вот она из угольных шахт, потому что это быстро можно было приготовить. И не так, как сейчас это подают в каких-то дорогих, понимаете, помпезных ресторанах и кафе. Иногда даже это очень дорого, начинают уже там немного изощряться. И она была приготовлена просто в ковше, на костре, просто вот как наши люди, наверное, готовят уху или шурпу где-нибудь там на рыбалках или на пикниках. Вот таким вот образом она была просто-напросто приготовлена. Но у нее есть интересная история, каким образом она дальше получила свою популярность. Кстати, твердый сыр пармезан тоже, опять же, благодаря итальянским угольщикам, вот вошел в моду. Потому что вот без него паста не паста, да? Вы можете себе представить, что карбонара без пармезана это не карбонара. Вот, тоже потому что очень долго хранится. Но Катрин Денев на съемках в Италии однажды, им как раз приходилось снимать кадры фильма рядом с угольной шахтой. И естественно, что как бы никаких кафе и ресторанов там не находилось. И поэтому, когда актриса запросила что-нибудь поесть, то ей, собственно говоря, тогда и подали вот эту вот карбонару. И ей она очень-очень понравилась. И вот она, так сказать, благодаря своему уже пристрастию к карбонаре, популяризировала уже в широкие большие массы. Потому что она где-то это уточнила и указала в интервью. Но есть еще одна версия. Как всегда, эта версия имеет место быть. Я всегда в этом плане, конечно, немножко улыбаюсь. То есть американцы, значит, на себя тоже вешают право быть первооткрывателями карбонары. Как считают они, это они поставляли итальянцам. Тогда вот как раз все вот эти вот ингредиенты избрасывали, так сказать, мешками работникам. Вот пармезан, значит, яйца и пасту со сливками. Вот теперь вопрос просто. Ладно, паста и пармезан. Но, ребята, но как вы сбрасывали яйца? Ну вот что вы здесь вот начинаете юлить? Не надо, не надо. Друзья, мы ждали песню. Мы ее дождемся. Сразу же, в следующем включении на канале РТР Молдова. Возвращаем, извините, что я как бы, я так сказать, ложкой вас тычу. Но мы возвращаем вас в нашу сегодняшнюю февральскую программу. Это Азбука Вкуса на канале РТР Молдова. Готовим мы сегодня, честно вам скажу, два итальянских блюда. Одно из которых, возможно, вам знакомо. С другой стороны, возможно, опять же, вы не так часто его готовите. Это карбонара. Ингредиенты наипростейшие. Как говорят сами шахтеры итальянские, которые, я считаю, являются вот исконными родоначальниками этого блюда. Как они говорят, здесь не нужно, знаете, никаких наворотов и так далее. Но просто готовится просто даже в отдельной миске, просто даже на костре. Поэтому я уверен, что из-за своей простоты это блюдо может стать и вашим определенным фаворитом. По мне, так оно самое вкусное вообще. Вот, хотя говорят, Миша, сколько вам можно макароны есть. Ну, не в этом дело. По мне, так он действительно самое вкусное. Оно питательное. Здесь у нас бекончик. Здесь у нас красный лучок, который мы уже поджарили. Сюда же мы сейчас в эту же сковородку добавим чеснок. Я его мелко сейчас вот сожмем, чтобы он все соки пустил и мелко нарежу. Девочки говорят, что нужно будет нам подготовить уже и вторую часть карбонары. То есть там уже отдельно отделить белок от желтка. Чего там еще смешать? Сливки и пармезан. Это будут делать они сейчас с той стороны. Но пока я вот с чесночком занимаюсь, и прежде чем мы покажем отдельные фрагменты выступления наших сегодняшних очаровательных гостей, чтобы вы увидели, как рукоплещет зал. И не только причем один, а их много. И Болгария, и Россия, и во весь голос, я вам скажу, удивительный российский проект. Эти видео мы все покажем. Сейчас просто я попросил за время рекламы девочек подготовить нам какой-нибудь красивый отрывок из песни, чтобы в момент жарки и нарезания чеснока, ну, знаете, принял какие-то такие приятные, что ли, нотки воскресные, зимние, февральские. Ульяна, Виталина, вперед! Имеешь право промолчать в ответ, но помни, что у нас за дороги нет. Сверни с короткого пути, вовремя сойди с поезда в один конец. Береги любовь, береги свой мир, помни и пойми, мы рождены, чтобы быть счастливыми людьми. Береги свой дом, души и сердца, поверь, что это ближе, чем нам кажется. Слушайте, круто! Я никогда еще так приятно не нарезал чесночок. Еще раз напоминаю, итальянцы чесночок просто боготворят, они его просто обожают. Вот почему эта здоровая темпераментная нация, мне кажется, является сейчас не только примером, но и подарили миру моду на очень многие вещи. Одна из которых, кстати, очень связана с нашими сегодняшними гостями. Я говорю, конечно же, про музыку, про вокал, потому что именно там, именно в Италии, мне кажется, сила голоса имеет вообще колоссальное значение. Именно там родилась опера, именно туда едут все сильные голоса нашей планеты для того, чтобы покорить этот мир. Ну, мне кажется, вот это и есть тот самый очаг песни настоящей и музыки. Потому что, скажу честно, ни в обиду никому, но итальянцы даже не особо как бы признают евровидение, если так уже говорить. То есть они считают, что у них есть санрема, понимаете, как бы им нормально. Им этого вполне как бы достаточно. Но на каких фестивалях побывали наши сегодняшние гости, пока у нас процесс достаточно однообразный, я предлагаю посмотреть именно вам. Потому что здесь у нас чесночок сейчас дожаривается с беконом и красным лучком, паста у нас отваривается медленно, спокойно и тихонечко. А девочкам я сейчас дам необходимый, я так думаю, ингредиент для вокала. Вот, будем отделять желток от белка. Это тоже очень важно. А вы пока посмотрите наше видео-включение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем желтки в миску, которую потом зальем сливками Ну, кстати, вот это блюдо кто научил готовить? Это было какое-то самостоятельное решение? Увидела где-то рецепт и решила как бы повторить просто в домашних условиях? Да Я часто сижу на сайтах с рецептами Об этом знают преподаватели, да? Ну, хорошо Так, хорошо, говори И увидела и решила попробовать сделать Ну, вообще, если вот говорить все-таки вот это вот творческая жизнь Когда действительно до кухни руки не готовят, не доходят А что касается учебы, как в данном случае реагируют преподаватели, которые... Ну, как бы естественные науки преподают Отпускают, гордятся, ругаются, что они делают? На самом деле преподаватели, они нас поддерживают Они очень гордятся, когда мы защищаем честь школы, города, республики И они с удовольствием нас слушают и на концертах, и смотрят наши конкурсные исполнения Если нужно, да Спасибо Но сами-то... Ну, сколько... Вот мне интересно просто... Сколько в месяц бывает, как бы, поездок И думали ли сами, к примеру, о каких-то предложениях, говорю открыто Там перебраться куда-то поближе сюда, скажем, в столицу, да? Ну, там, в северную столицу, да? Я имею в виду город Кишинев Были ли какие-то предложения? Что вы думаете по этому поводу? На самом деле мы пока что хотим представить наш город Бельцы Мы хотим делать так, чтобы бельчане нами гордились И, конечно же, просто нести честь нашего города Ну, наверное, все какие-то городские концерты, они чаще всего с вашим участием, да? Потому что я, насколько знаю, ну, я просто не знаю, возможно, есть ли в Бельцах еще похожие или подобные творческие студии То есть, мне кажется, вы там должны быть прям фаворитками На самом деле, да, у нас больше вокальных студий в городе Бельцах И каждая из студий уделяет одинаковое внимание И каждая выступает, как все Ну, всего достаточно в студии, то есть, имею в виду там инструментов и так далее Или есть какие-то, чего-то лично бы еще хотелось бы привнести? Ну, возможно, не хватает, не знаю, стульев, мела, досок Я сейчас, возможно, говорю чушь, девочки сейчас мне помогут, наверное Всего ли хватает студий, то есть, вот, имею в виду записи, техническое оснащение, возможности? Наши все звукозаписи осуществляются при поддержке Мити Эфтермана Также он оказывает нам информационную поддержку А, то есть, в данном случае как раз вот этот человек, который, ну, я как бы считаю, что он профессионал в своем деле Потому что этот человек действительно дал возможности и дал вот такого трамплина очень многим артистам Причем артистам, сразу скажу, даже вот с мировым именем Это не просто, знаете, как вот говорят многие Вот мы отдадим детей в какую-то творческую студию, нехай просто ребенок вот занимается Знаете, вот лишь бы там по дворам не шлялся и так далее Но здесь, на самом деле, не просто занятия Здесь уже ставят, во-первых, конкретные цели, здесь есть конкретные фестивали Здесь есть тому подтверждение конкретной награды Здесь есть конкретное сотрудничество с большим количеством продюсеров с мировым именем Потому что я думаю, что вы, так сказать, только на определенном начальном этапе своего сейчас творческого пути И впереди еще будет очень много выступлений, много концертов И я вам скажу, что это не так уж и сладко Это вот я сейчас говорю, разрезай лимон, да Потому что это не так уж и сладко Это действительно требует определенной выносливости И то, что мы видим иногда, как нам показывают по телевизору картинки Какая прям вот такая вот беззаботная жизнь артистов и звезд Поверьте, это сумасшедший труд Сейчас у топовых артистов, таких как, не знаю, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Лобода У них бывает по, только слушайтесь, по 35 концертов в месяц То есть вы можете представить, 35 концертов в месяц, соответственно, артист дает в один день 2 концерта А это, извините, не просто вышел так вот перед зеркалом, попел в дезодорант, понимаешь, и все Это целый шоу, это выкладка на сцене Сейчас, тем более, очень большая цензура в хорошем смысле этого слова Если раньше, к примеру, на это не особо обращали внимания Сейчас требует, чтобы все это было прям лайфом То есть артист обязан это все исполнить лайфом И вот мне кажется, что по таким критериям, если выступать, то вы поймете, что жизнь артиста – это сумасшедший труд Естественно, что психологически они потом хотят себя как-то побаловать Вот оттуда и появляются вот эти вот так называемые, знаете, вот звездные капризы Что нет, я вот так вот просто это не буду есть А вот это только потому, что их мозг просто-напросто перегружен Вот вы на этом этапе, так что готовьтесь Что нам нужно с этим делать? Нам нужно это все перемешивать? Да, да С чем соль, перец? С пармезаном С пармезаном, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома Представьте, как будто вы прямо в кухне экшена Не знаю, если, конечно, у вас есть кухня Наверное, лучше вилочка, да, я так думаю? Да Да, добавляйся Соль, перец сюда тоже нужна? Пока нет Пока нет Значит, мы готовим два блюда, уважаемые наши телезрители Сейчас я готовлю вот маринад для наших перцев Вы знаете, получается такой очень интересный секрет Ну, не секрет, мне кажется, что это обыкновенная химия с физикой Вот когда вы в миску с зеленью, которую вы мелко нарежете И чесночком добавите мед То у вас, конечно, появится такая вот вязкая масса И кажется, что эту вязкую массу никаким образом размешать у вас не удастся Потому что даже 3-4 чайные ложечки оливкового масла вам в этом не помогут Но на помощь, кто спешит, конечно, он, наш товарищ, друг, лимон Так вот, лимон из-за своей кислотности начинает, конечно же, очень быстро расщеплять вот эту вязкую массу И дальше вот она очень здорово вот таким вот образом у нас размешивается И, честно скажу, уже очень вкусный и приятный аромат А теперь представьте, что это еще нужно будет сочетать с нашим запеченным болгарским перцем И с моцареллой То есть вот эта вот вся структура у вас во рту, как всегда, я уже говорю, уже слюни идут Должна дать вот этот вот фантастический вкус и вот это фантастическое сочетание С этой штукой мы что делаем? Заливаем ее сюда или мы ждем... Нет, это на конце А, это нам понадобится в конце Понятно, соль и перец сюда нужно или не нужно? Нет, не нужно Все под чутким контролем, друзья Тогда что? Я тогда посмотрю, что у нас в духовочке Ханса происходит с нашим болгарским перцем А вашему вниманию, уважаемые телезрители, я предлагаю еще одну подборочку С участием великолепных звезд творческой студии Экшн Экшн! 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 Продолжение следует... 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 и, знаете что, и разрезать на, ну, на три части, наверное, если получится. Сейчас снова верну ваши инструменты. Да, держите. То есть они у нас должны быть просто такими слайсами, чтобы мы могли этот салат сейчас, второй итальянский салат, собственно говоря, подать. Сразу скажу, не уверен, что наши перцы немножко подостыли. Мне кажется, что они еще относительно горячие, но все, что нам необходимо будет сделать сейчас, это с них, как я и говорил, содрать шкуру. Должно это получиться очень легко, потому что сама кожица, она уже, собственно говоря, готова. Она отходит вот таким вот несложным, незамысловатым способом. И, наверное, пока есть такая возможность. Давайте отвлечемся буквально на одну минутку. Еще один сюжетик посмотрим про наших участниц и подадим вам уже готовое блюдо. Внимание на экран. Ты унес все мои надежды. Ты унес все, о чем мечтала. Все унес. Молодец. Супер. Ну, сейчас. Ты унес. Ты унес. Ты унес. Хорошо, да? Хорошо. С напором. Ты хотела все забыть и бросить. Разрубить. Там все в припеве. Сейчас увидим. На репетиции было идеально просто. Молдова-Белорусская. Как-то сегодня хорошо. Коперировались. Коперировались. Так, тихо. Супер. Ну, сейчас. Сейчас будет супер. Отлично. Нет, чистенько. Чуть-чуть надо. Чуть-чуть надо на драйвер. На драйвер. Ну, Николай. Хоть-чуть не достает. Не достает. Да. Хорошо, молодец. Ну, в общем, хорошо. Друзья, для лялечки это яйцо. Все равно высотой и... Да. Тут все равно тоже надо, да. Прекрасная подача. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Дальше. Во. Царство слез. Царство слез. Так тоже можно. Я каждом цели Провожаю взглядом Поезда Что бегут на запад Провода Тянут их обратно В царство слез Ты не знал Разрывая Музы Что разрыв Открывают Штузы В той реке Что тебя уносит Сеть в царство слез Я останусь с тобой Даже если не хочешь Я останусь с тобой Разрывать надо Еще чуть-чуть В песне Тяжело я Тяжело Тяжело Песня Но песня это не простая Она просто Она берет песню Да Главным Главным Глазным Глазным Типс классно Да Высоковатое И все Взрослые песни Сильно взрослые песни Я в очередной раз, наверное, скажу, друзья, что между кулинарией, готовкой и музыкой очень много общего, потому что у каждого блюда есть свои специфические нотки. Потому что сейчас мы тоже должны будем поставить финальный аккорд. Я бы сказал, коду, если говорить уже, извините, совсем профессиональным музыкальным языком. Поэтому пока мои замечательные солистки творческой студии Экшн, которые приехали к нам из Бельц, будут говорить благодарственные слова, я еще раз покажу вам карбонару и, собственно говоря, закончу вот этот великолепный, вкуснейший итальянский салат Экшн. Нас ждет маринад из меда, лимона, чесночка и зелени с оливковым маслом. Здесь моцарелла. Делается очень просто. Моцарелла сверху, и это все поливается. Но вкусовое это будет просто идеальная симфония счастья. Девчонки, вам слово. Мы хотим поблагодарить в первую очередь нашего педагога Ирину Михайловну Несеровской за то, что поддерживала нас. Конечно же, Митю Эфтерману за очень большой труд, который тоже приложил при нашей поддержке. И не в последнюю очередь хотим поблагодарить заслуженного артиста Республики Молдовы. Поблагодарить заслуженного артиста Республики Молдовы Влад Соловян за то, что поддерживал нас, за то, что верит в нас. И, конечно, поблагодарить вас и принести такой маленький презент от вокальной студии Экшн. Так, подождите. Я так чувствую, скоро придется крутить барабан. Так. Это такой маленький символический подарок с Болгарией. Это там, где вы были как раз на фестивале. Слушайте, вообще чудесно. Спасибо вам большое. Успеха вам большого. Я думаю, что вот эти кружечки вкусного чая или каких-нибудь кофейных напитков здесь, в нашей студии канала РТР Молдова, они будут их поднимать. И желаю вам успеха и удачи. Слушайте, приятно-то как? С подарками, девчонки, приехали. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что и карбонара получилось, и наш Экшн сегодня тоже великолепно получился. Вот, друзья, как выглядит сочетание запеченного перца. Он сам по себе такой уже карамелизирован, он такой сладкий. Я пальцы облизывал всю закадровую часть нашего сегодняшнего эфира. И вот сверху вот этот вот маринад, вот он просто-напросто выкладывается. Желательно, конечно, чтобы вот эта вот юшка, да, как говорят, чтобы она пропитала еще немножко перец. И когда вы, представьте, на вилочку будете накалывать зеленюшку с чесночком, с лимончиком и медом, у вас посерединке, как нежный пломбир, окажется моцарелла. И завершит это все нежнейшей текстурой болгарский запеченный перец со своей сладостью. Честное слово, и выглядит чудесно. И на вкус, мне кажется, это обалденное блюдо. Просто, наверное, как итальянская жизнь. Спасибо большое вам успеха еще раз. Вам, друзья, не забывайте смотреть каждую нашу программу. Анонсом мы кидаем и в наших аккаунтах в Инстаграме, и в Фейсбуке. Мы есть везде. Смотрите «Азбука вкуса», смотрите «Повторы». Делайте вместе с нами эти великолепные блюда, которые будут стоить вам недорого, а удовольствие принесут бесконечное. С нами был Экшн. Желаю и вам отличного и плодотворного февраля. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»